Слава Тебе, Господи! Молитесь всегда, Тихий. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину блажительства Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, Счастнейший Херувим и славнейшего истину Серафим. Безысление Бога, Слово, Рожише и Сущую, Богородицу Тебе, величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитву ради Пречистой Твоя Матери, Силы Честного Житворящего Креста, Святых Ангелов, наших Хранителей, И всех ради святых, Помилуй и спасти нас, Яко благе си человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, Создав имя Господи, помилуй меня, Бесчиславе согрешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, И помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, Яко не коллижи благое сотворих пред Тобою, Но избавим меня от лукавого. Спаси, Боже наш, Восхвалять имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, Иже везде, Сы, и вся исполняй Сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, Овны, И очистини от всяких скверных, И спаси, блажь и души наши. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, Помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, Помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, Помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, ощести грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый посети и ссореневоще наше, И имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, Да светится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле, Хлеб наш насущен, Дашь нам днесь, И остави нам долги наши, Яко же и мы отставляем должником нашим, И не веди нас в искушение, Но избави нас от лука в огонь, Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Оставши от сна, Припадаемте блажь, Ангельскую песню пьемте сильной, Свят, 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 И си Божия, Богородицу и помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отодраясь на вас, Двигнуйся, Господи, Умой просвети и сердце, И с неба и отверзивая, Иже петите, святая Троица, Свят, 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 И си Божия, Богородицу и помилуй нас, И ныне и присно, И во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, И к его же деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи, Свят, 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 И си Божия, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, И уста, поущайтесь о слове всем Твоим, И разумейте заповеди Твоя, И творите волю Твою, И пейте Тя во исповедание сердечным, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу, Приидите поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, Приидите поклонимся и преподем К самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Четвертый Псалом Когда я взываю, Услышь меня, Боже, правды моей, В тесноте ты давал мне простор, Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, Да коли слава моя будет в поругане, Да коли будете любить суету И искать лжи, Знаете, что Господь отделил для себя Святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гниваясь, не согрешайте, Размыслите в сердцах ваших, На ложах ваших, И утишитесь. Приносите жертву правды И уповайте на Господа. Многие говорят, Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердцем и весельем С того времени, Как у них хлеб и вино И лей умножились. Спокойно ложусь я и сплю, Ибо Ты, Господи, Идин даешь мне жить в безопасности. Услышь, Господи, слова мои, Уразуми и помышления мои, Внимли глаз у вопля моего, Царь мой и Бог мой, Ибо я к Тебе молюсь. Господи, Рано услышь голос мой, Рано предстану перед Тобою И буду ожидать, Ибо Ты, Бог, Не любящий беззаконие, У Тебя не водворится злой. Нечтивые прибудут Перед очами Твоими, Ты ненавидишь всех, Делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, Кровожадную и коварную Внушается Господь. А я, Помножеству милости Твоей, Войду в дом Твой, Поклонюсь святому храму Твоему В страхе Твоем. Господи, Путеводи меня в правде Твоей, Ради врагов моих, Уравняй передо мной путь Твой. Ибо нет в устах их истины, Сердце их пагуба, Горта них открытый гроб, Языком своим мстят. Осуди их, Боже, Да подут они замыслов своих, Помноже, что нечести их, Отверни их, Ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, Уповающие на Тебя, Вечно будут ликовать, И ты будешь покровительствовать им, И будут хвалиться Тобой любящее имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, Благоволением, как щитом, Венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, И не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, Ибо я немощен. Исцели меня, Господи, Ибо кости мои потрясены, И душа моя сильно потрясена, Ты же, Господи, доколи. Обратись, Господи, Избавь душу мою, Спаси меня ради милости Твоей, Ибо смерти нет памятования о Тебе, Во гробе кто будет славить Тебе? Утомлен я воздыханием моими, Каждую ночь омывая ложи мою, Слезами моими омочая постель мою, Иссохла от печали око мою, Обвешала от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззакония, Ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, Да будут постажены, И жестоко поражены все враги мои, Да возвратятся и постыдятся мгновенно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотився, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебе, Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроты и неизречены в милости, Ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да умеется мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти дела оправдывающих меня. Но это вера. Да будет прежде всего. Да ответит за меня. Да оправдает меня. Да я причастникам славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово. Что торт мне от Твоих руки оградой. Нулю хочу, спаси меня. Или не хочу. Христос мой Спаситель. Поспеши скорее. Скорее. Погиб я. Ибо Ты Бог мой очарил матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, Как возлюбил я, когда свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, Как прежде потрудился сатанепрещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, Во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хрань мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дав возможности узлому демону, починить мне себе преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, И выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель, покровитель бедную души и тела, Прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, Защити меня настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил меня в страхе Своем И сделал меня рабом, достойной Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Ладычица, моя Богородица, Своими святыми всесильными молитвами Отгоняй от меня смиренно в несчастного раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение, Удаляйся скверно, лукавое И хульные помыслы из океана моего сердца И помраченного ума моего И погаси плавимя страстей, Ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистие имя Твое славится Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатий Владимир Надежды. Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощникам, молитвникам О душах наших. Богородица Дева, радуйся, Обрадана Мария Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимой божественной силы Честного, Житворящего Креста Господня, Не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояние Твое, Победа на сопротивные дары, И Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца Моего духовного, родителей, Стротников, благодетелей, Митрополита Илариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Олипия, Андрея, Максима, Владимира, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона, И весь священнический Иденческий чин, И высшие истинные служители миссионеров, Христианам, язычникам, Иудеям, мусульманам и буддистам, И нам, да, еще священника, Если угодно тебе, Господи. Смири власти и воинства их, Наведи страх твой на них, И через них сотвори благое церкви твоей, Дабы они издавали мудрые законы И дали достойно жить людям, Дабы было еще уделять нуждающимся, И сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет. И научи нас, Господи, Ценить это мирное время И приготовь землю к великим И грозным испытаниям, Грядущим на всю вселенную За отступки счастлива от тебя. Слава тебе, Господи, За тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить наши таланты, Дарованное тобою. И до сих пор пошли нам Добрых помощников, Наставников, советников, И в этот день сохранять Всякого разла, греха И непосильных искушений. И защитить жилища наше И селения от пожара, От воров, от нечистой силы, Живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапиму, Владимира, и братья, Людмилу благослови, Владимира, и любовь, Алексея и Иосифа, Прищи добрые жители с детьми, Знающими и любящими Уставы твои, Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифину, А буди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй надежду. Валентину, Екатерину, Евгению, Анастасию, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимура, найди, обрати, Екатерину, Екатерину, Галину, С кем познакомились, Кому возвестили слово истины, Помилуй их, Господи. Слава Тебе. Возри на угрозы врагов, На все пакости, Какие они творят и лгут. Закрой их лживые уста, Примири их с нами, И в судный день не помяни их безумия, Жалься над ними. Посети благодетелей наших воздаем добром, Людмилу и Лену, Надежду, Сограды. Евгения, Наталья, обрати, И отступника пройди, Михаила, Николая, Александра, Юрия, Благослови Максима, Умягчи его сердце во всем. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Господи, посети болящих, Дай силу перенести страдания. И пошли в исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Валентина, Валентину, Татьяну, Татьяну, Анну, Анну, Александру, Марию, Надежду. Благодарю Тебя, Господи, За друзей и за врагов, За здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться на пользу. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раису, Льва, Виктора. Аллилуйя! Упокой, Господи, В обителях небесных усопших Отец и братья и наших, Родителей, Сродних и благодетелей И всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, Который звание согрешил бы. Прости им всякое согрешение, Вольное и невольное, Иного представленного рабу Твою, Евдокию. И нас помилуй, Милости Твоей ради. Аллилуйя! От пьянства, Извалия Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Сохрани наше сокровище в интернете И благослови тех, Кто позволяет нам там быть. И трудящихся Игоря, Юлия, Димитрия, Виктора, Гаврина. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава и все его сотрудничество с семьей. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышне Богу! На земле мир, В человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобой и ожидания суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, В который дал мне Святую Библию И указал на толкование святых отцов И на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! Воздай вечности всем, трудившись над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, Спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Богом негрешим. Благодарю Тебю, мой мой ангел, Сколько лет Ты хранил, защищал От видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, Не покинев смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела, И проведи душу мою по мытарствам, Страшным и непонятным, И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, Претеща Христов, Моли Бога о нас. Научи нас, Господи, Жить и в бедность, Имея пропитание и одежды, Быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, Никому не завидовать И быть во всем экономным, Дабы было еще уделять нуждающимся. Для каждому дару и жилье Сергею и Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирный киски, Чудотворец, Образ кротости, Воздержания, Добрый архипастырь, Словесный хавец, Моли Бога о нас. Молите Бога о нас. Святые пороки Божии, Илья и Елисей, Инух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отреки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою, Дабы день прихода того нашего отшествия не заставлась не готовыми, Но чтобы выше навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, И сосудами, полными ли добрых дел, Соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы, Всенебесные силы, Престолы Божьи предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лукая, Дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о тебе, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликабс, Минский, Иустин, Философ, Космай и Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеемон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял очертания зверя антихриста, Анфиму, Вениамину, Дай веру, Старшие родители заложено воспитание, Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Апанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнирий, Ио, Сергий, Радонский, Сефан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадт, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Накентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да укрепит Господь нас И сохранит в святой Православной вере, А замыслитьюхов, Господи, Разруши и развеи, Ничто преврати, Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёкла первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сапия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина, Да дарует Господь Женам и Девам Послушание И молчание, Соломудрие И стыдливость И сохранение Ха всяческого рода Поругание И справь непокоривость Галины, Семейства Евгении, Надежды, Надежды Светланы, Людмилы И Анны И прими нашу молитву Воздияния рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятную перед престолом Благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвой всех святых, Молящихся к Тебе На небе и на земле Господи, Услыши И исполни молитву Всех Молящихся о нас Во благо нам Любящий наш отец небесный Ради голгофских Страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа И пролитый им При чистой крови За нас грешных Прими нашу молитву О всех Заповедовавших нам Молиться о них Спаси их И помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Говори, Господи, Господи, Услыши Молитву О Теренте Екатерине Положи На сердце Всем Умом Крепостью Души Служить Тебе И умереть Для мира И мир Для них Был бы Мертвым Помилуй Спаси Благослови Аллилуйя Аминь Доброе утро Всем Аминь Доброе утро Аминь Доброе утро Аминь Аминь Сын-то Нашелся Нет 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 Я сообщу Когда Найдется Господи Помилуй Вот Какая Беда Так Виталий Тебе Ты Который Там Про Семью Составил У тебя Хорошо Получилось Ты Если думаешь Помогать Ты прямо Бери На Сайте На нашем На букву С Семья И по порядку Не пропуская Ни одного Вопроса Но Вячеслав Сделал Картинки Особые На Каждые 55 папок Он 55 Картинок Прислал мне Я их вставляю На то Ну как идет По Полпавиту Я твою могу Иногда Оставлять А иногда Семью Ставить У тебя Хорошее Все сделано Мне очень Понравилось На тихо Ну я же Картинку Тоже делаю Ну ты Картинку Ну и он Сделал Ну и что Я буду ставить И твое Как есть А через одно Его ставить Вот так Ну ладно Смотрите Сами Вот он Сделал так И там Кажется О бесах И волшебцах Я так делаю Который он Сама Выскакивает Картинка Там я сижу В одном месте В закутке От ветра Стихотворение Пишу Так хорошо И то что он составил Он все сделал С надписью Хорошо Но мы так будем Перемежать Но только надо Делать быстро Время не ждет Вы видите Какие перемены В интернете С 10 октября Они включают В силу И кто им не приносит Средства Они просто вышвырнут Вот теперь увидим Мы Помнишь Что у нас было Какая беда Из-за этого Сохрани бог Копейку трогать Пусть они все Забирают И свое приложим Если наденут Хомут Выбора нету Если нас прихлопнут Сам понимаешь Что это означать будет А мы В первую очередь Потому что у нас Много роликов Вот вчера Мне один Позавчера Один ролик Скинули Ну я Внимание не обращаю Но тут думаю Дай посмотрю У них Этот ролик Стоит кажется Два года Посещаемость Шесть миллиардов Пятьсот пятьдесят Миллионов И там тысяч То есть А на земле Семь с половиной Миллиардов Практически Весь земной шар Их смотрел И что там Думают Открытые Неприкрытые Вот и все Как они танцуют Там крещат И как они Выгибаются Ну то есть Утонченный Разврат И там по-испански Колотят Барабаны Песни Еще больше нету Море На берегу Как бы это делается Почему Весь мир утонул В этом зле Если не знаете Вот о мытарствах Я могу скинуть материал Мытарство Блуда На сорок дней Душа после смерти идет А на Двадцать мытарств Проходить На мытарстве Блуда Разводов Абортов На этом гибнет Больше чем на остальных Девятнадцать Больше чем в атомной войне Все И он как раз Это все захватил И показывает Еще и нет Это показывает За два года У меня златоуст стоит Или там библия Ну посещаемость от силы Может быть Шестьдесят человек Это получается Пятьсот миллионов раз Больше людей Стремятся к мирскому К блудному Чем к святому И чистому Я сделал вывод Такой Полмиллиарда И много Званых Много Много А избранных Мало Мало Так что И благослови тебя Бог Только ты делай быстро Чтобы у тебя Наполнилась папка Отработай Эту семейный вопрос И как Числял И как Что Все подходит Все Помолитесь За отца За покаяние Виктор Смотри Смотри С той стороны Где церковь Последняя церковь Там Сергей Павлович А который Спереди Там Бесы И волшебство Там Вячеслав делает А ты С середины Начни В одну сторону А в другую сторону Которая Дальше По возрастающей Тут еще Находится Помощник Надо Я семью Мне бы семью Осилить Там Много же Давайте Начинайте Иначе Все так Изомрет Вот Сколько лет Лежал Самый Ценный Груз Который У меня Есть Самый Ценный И вот Сейчас Вячеслав Все раскрутил Дал Его Бог Нам Такого С Богом Поднимай 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 Книга Открытым Оком Том 29 Вопрос 3992 Если бы Случилось Вам жить В иную Эпоху И встретиться Где-то С Распутиным Когда Встретив Него Уже Началась Такая Травля То Что Бо Ему Сказали Посоветовали Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Чтобы Исследовал Больше Слово Божие Занимался Своими Коровками Лошадями И Жил Себе Тихо И Мирно Кавычки Открываются Важно Также Отметить Что Примерно За год До Кончины Святого Иоанна Кронштадтского Названные Высшие Митрополиты А также Епископ Гермоген Долганов Епископ Феофан Быстров Епископ Сергий Финляндский Будущий Патриарх На которого Ссылаются Церковные Либералы Считали Григория Распутина Человеком Божиим Опытным Странником И даже Святым Смотри Например Митрополит Вениамин Фетченков На рубеже Двух Эпох Москва 1994 Отторжение От старца Началось Сначала С распространения Совершенно Бездоказательных Слухов О том Что он Хлыст Через Два года Началась Новая волна Клеветы Распространители Которые Обвиняли Его Не только В хлыстовстве Но уже И в разврате И пьянстве Очень Характер Очень характерно Что в воспоминаниях Духовных Лиц Не приводилось Никаких Конкретных Фактов По которым Можно было Доказать Аморальный Характер Григория Фимовича Распутина Чаще всего Сообщения О Распутине В записках Духовных Лиц Ограничивались Общими Рассуждениями О высших И низших Силах Человеке Или Пересказом Общеизвестных Клеветнических Слухов Не подтвержденных Никакими Конкретными Свидетельствами Не представив Никаких Серьезных Доказательств В порочности Григория Распутина Составители Доклада Сделали Главный Акцент На исследовании Его Хлыстовских Взглядов Игнорируя Заключения Тобольской Духовной Консистории И экспертизы Взглядов Распутина Проведенную По поручению Временного Правительства Профессора Московской Духовной Академии Громогласова Отвергнувших Обвинения Григория Ефимовича Распутина В хлыстовстве Современные Церковные Либералы Обвинили Старца В кавычке Открываются Приверженности Духовным Настроениям И религиозным Установкам Распространенным Среди В кавычках Народного Сектанства Мистическо Харизматического Толка В кавычке Закрыт Нелепость И неграмотность Подобной Формулировки Совершенно Очевидна В докладе Полностью Отсутствует Богословский Анализ Серьезную Проработку Сочинения Старца Подменяет Произвольное Выхватывание Из его Трудов Отдельных Фраз И преврат На их Толкование Верхом Нелепости Является Фраза Составителей Доклада Что Кавычки Открывается Изгнанию Беса В житии Опытного Странника Главное Сочинение Григория Ефимовича Распутина Вообще Уделено Больше Внимания Чем Стижанию Духа Святого Такое Впечатление Что Составители Не знают Содержания Этой Маленькой Книжечки Причем Фразу Изгнания Беса Они Позаимствовали Из Пасквиля С. Труфанова Святой Черт Главным Доказательством Хлыстовства Григория Ефимовича Распутина По мнению Церковных Либералов Было Его Отношение К Священству Распутин Считал Что Если Уж Ты Духовное Лицо То Должен Отдавать Служение Богу Всю Душу Получается Так Говорил Распутин Человеку Урядником Надо Быть А Он Священники Вот Эту Механическую Формальную Сторон Служения Богу Он И Не Принимал И Такая Его Притязательность Восстанавливала Против Него Священников Для Которых Церковь Была Только Организацией Дававшей Им Службу И Деньги На Пропитание По Видимому Именно Таким Был Священник В Его Селе Отец Петр Остроумов Который Чувствовал На Себе Взыскательность Распутина Был Недоволен Тем Что Он Требует От Него Больше Чем Другие И Не Любил Его Это Видно Из Его Доносов Духовного Начальства Ему Было Проще Жить Если Распутина В Селе Не Было Наверное Это О Нем Распутин Говорил Цитата Поет И Читает Резво Громко Как Мужик Дрова Рубит Топором Впрочем Оговаривается Он Мы Не К Духовенству Идем А В Храм Божий Ну Да Нужно Подумать Худой Да Батюшка Распутина Также Принадлежит Фраза Пьющий Священник Пол Священника Пьющий Монах Не Монах Такая Строгость Испугала Наших Церковных Либералов Которым Было Было Неплохо Почитать Труды Святого Иоанна Кронштадтского У которого Можно Найти Много Подобных Суровых Оценок Худых Батюшек Считаю Что Составители Доклада Совершенно Несерьезно Подошли К изучению Духовных Мыслей Старца Григория Вряд ли Они Прочитали Все его Труды И письма А без Этого Делать Какие-то Оценки Личности Старца Просто Вредное Для Православия Злопыхательство Мировоззрение Старца Григория Полностью Укладывается В традиционные Представления Русского Народа Воплощенные В понятие Святая Русь Главное В нем Понимание Любви Как ядра Мироздания Как выражение Самого Бога Где Любовь Тут И Бог Бог Любовь Любовь Это Такая Златница Пишет Распутин Что Ей Никто Не Может Цены Описать Она Дороже Всего Созданного Самим Господом Чего Бы Ни Было На Свете Но Только Мало Ее Понимают Хотя И Понимают Любовь Никак Златницу Чистую Кто Понимает Сию Златницу Любви То Этот Человек Такой Премудрый Что Самого Соломона Научит Многие Мы Все Беседуем О Любви Если Любишь То Никого Не Убьешь Все Заповеди Покорны Любви В ней Великая Премудрость Больше Чем Соломоне Любовь Величайшая Ценность Но Дается Она Только Опытным Людям Через Страдания И 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 Любовь Пребывает Наипачей У Опытных Людей А Сама По Себе Она Не Придет К Тому Человеку Который Человек В Покое И Живется Ему Хорошо У Избранников Божиих Есть Совершенная Любовь Можно Сходить Послушать Будут Сказывать Не Из Книги А Из Опыта Поэтому Любовь Недаром Достают Тут И Мешает Враг Всячески Старается Как бы Человек Не Захватил Любовь А Это Ему Врагу Самая Есть Загвоздка Ведь Любовь Это Своего Рода Миллиончик Духовной Жизни Даже Сметы Нет Вообще Любовь Живет В Изгнанниках Которые Пережили Все Всяческое А Жалость Не У Всех Есть А Любви Даже Трудно Беседовать Нужно С Опытным А Кто На Опыте Не Бывал Тот Перевернет Ее Всячески Вообще Где Есть Избранные В Духовных Беседах Тем Более Понимают Любовь И Беседуют По Новому Завету И Живут Единогласно Единым Духом Вот В Них Есть Искренняя Любовь И Они Молятся День и Ночь Вместе Друг За Друг Вот У Них То И Пребывает Несметная Златница Любви Вот Братья Поберегитесь Врагов И Сестры Подумайте О Любви Златницы Чистой Любовь В представлении Старца Должна Быть Активной И Конкретной Любить Надо Не Вообще А Конкретного Человека Который Находится Рядом С тобой И Вообще Каждого Человека С Которым Ты Встречаешься Когда Старец Григорий Прекратил Носить На теле Настоящие Вериги Он По его Выражению Нашел Вериги Любви Любил Без Разбора Увижу Странников Из Храма И От Любви Питаю Чем Бог Пошлет У них Немножко Научился Понял Что Идущий Понял Кто Идущий За Господом В Общем Любовь Большая Цифра Утверждает Старец Пророчества Прекратятся И знания Молкнут А любовь Никогда Важной Часть Духовных Взглядов Старца Григория Является Стремление Жить По Совести Как Вилят Священное Писание И Жития Святых Нужно Себя Везде И всюду Проверять И 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 Каждый Свой Поступок Соизмеряет Совестью Такой Взгляд Также Соответствует Духовным Ценностям Святой Руси Как Не Мудри А Совесть Не Перемудришь Совесть С Молоточком И Постукивает И Подслушивает Это Народные Пословицы А Распутин Говорил Так Совесть Волна Но Какие Ни Ни Были На Море Волны Они Утихнут А Совесть Только От доброго Дела Погаснет Чтобы достигнуть спасения Нужно только Унижение И Любовь В том Радость Заключается В душевной Простоте Огромное Богатство И Залог Спасения Всегда Нужно Себя В одежде Унижать И Считать Себя Низким Но Не На Словах А Духом Действительно Бриллианты Тоже Божие Создания И Золото Украшение Царицы Небесной Бисер Чтимый Но Только Нужно Суметь Его Сохранить Мы Одеваемся В Жемчуг Делаемся Выше Веродов Подымаем Дух И Рождается Порог Гордости И Непокорности Ко всему Не Нужно Добиваться Почета И Учения А Следить И И И И И Господа И Все Ученые Послушают Глагол Твоих Или Изречения Твоего Старец Рассказывает Как Много Ему Приходилось Бывать У Архиереев Которые Его Хотели Испытать В Вере И Посрамить Простого Малограмотного Крестьянина Цитата Придешь Сокрушенной Душой И Смиренным Сердцем Их Учение Остается Ничтожным И Слушают Простые Слова Твои Потому Что Ты Придешь Не С Простым Духом А от Милости Божьей Ты Одно Изречешь Слова А они Нарисуют Тебе Целую Картину Они Хотя И хотят Испытать И Ищут Что Нибудь Но Ты Как Неспростыми Словами То То есть Страх Страх Вот Тут То У Них Замирают Уста И Они Противоречить Не Могут Кавычки Закрыты Душевная Простота Должна Соединяться Еще С одной Важнейшей Духовной Ценностью Святой Руси Не Стижательством А отсутствием Корысти Стремление К Приобретательству Цитата Если Не Будешь Искать Корысти Нигде И Стремиться Как Бы Утешить Призовешь Господа Душевно Учит Старец То И Бесы Вострепещут От Тебя И Больные Выздоровеют Только Бы Все Делать Не От Гнусной Корости А Будешь Искать Как Нибудь Случа Для Брюха Для Славы Для Сребролюбия То Не Получишь Ни Здесь Ни Там То Есть Ни Небесного Ни Земного Если Будешь Себе Приобретать То Не Украсишь Ни Храм Ни Себя И Будешь Живой Мертвец Как Евангелие Говорится Кавычки Зак Житейской Бытовой Хозяйственной Основой Святой Руси Придавшей Общественную Устойчивость Служило Отношение К труду Как Добродетели Труд Крестьянский Труд Сам До Конца Своей Жизни Не Переставал Трудиться В своем Хозяйстве Хотя Имел Все Возможности Этого Не Дел Цитата Сам Самодержит Царь Крестьянином Живет Питается От Его Рук Трудящихся И Все Птицы Крестьянином Пользуются Даже Мыш И Та Им Питается Всякое Дыхание Да Хвалит Господа И Молитвы Все За Крестьянина Велик Велик Есть Крестьянин Перед Господом Он Никаких Балов Не Понимает Он В театре Редко Бывает Он Только Помнит Сам Господь Подать Нес Сам Господь Подать Нес И Нам Велел Божий Трудовик У Него Вместо Органов Коса В руках Вместо Увеселений Сахава Сердца Вместо Пышной Одежды Какой Нибудь Твердый Армячок Вместо Тройки Усталая Лошадка Он Едет И Вспоминает От души Ко Господу Донеси Меня С этой Долины В свое Прибежище Или До Города Вот Тут На нем Христос А Сам Пешочком Со Слезами Он Здесь Со Христом А Там Уже Давно На Нем Пребывает Рай То Ест Он Заготовил Житницу Божию Конец Цитаты Систему Духовных Ценностей Святой Руси Венчала И Гармонизировала Идея Царской Власти Образ Царя Олицетворял Собой Родину Отечеству Еще Цитата На Родине Пишет Старец Надо Налюбить Родину И В ней Поставленного Батюшку Царя Помазанника Божия Истинное Народовластье По его Мнению Заключается В идее Царской Власти Царь Наиболее Совершенное Выражение Народного Разума Народной Совести Народной Воли Конец Цитаты Кавычки Закрыты Далее Игнать Тихонич Приводит Места Священного Писания Книга Серахова 39 Глава 29 Стих Кто Может Сделаться Мудрым Кто Может Сделаться Мудрым А Простите Да Я Увидел Благодарю Книга Серахова 39 Глава 25 Стих Как Может Сделаться Мудрым Тот Кто Правит Плугом И Хвалит Собичом Гоняет Волов И Занят Работами Их И Которого Разговор Только О Молодых Валах 1 Маковейская 10 Глава 61 И Соб Мужи Зловредные Из Среды Израиля Мужи Беззаконные Чтобы Оклеветать Его Но Царь Не Внял Им 2 Маковейская 10 Глава 13 Стих Поэтому Он Был Оклеветан Любимцами Открытия Как Эврика Внезапны Под Полог Тайны Заглянуть Непросто Иначе Эту Тайну Мог Неверда Сцапать И Сыпануть Открытия Как Проса За Каждым Как Покажется Ничтожным Изобретением Наитием Новинкой Стоят Труды Заботы И Подножки Но Кто-то Первый Снимет Пенку В кринке Кузнец Был Первый Наковальней С Наковальней Дружин Стрелу И нож Оттачивал И плуг Так Добрались До Пушек И До Ружей До Атома Что Страшно Молвить Слух Кто Первый Гнул Деревья В колесо И Ось Додумался Воткнуть Как раз В середку С довольством Потное Утер Затем Лицо И В тракт Расширил Пешехода Тропку Вот Первый Музыкальный Инструмент Звук Необычный Голому В подмогу Потом В хорах При храме Им Греметь Прорыв За полок Шири Год От Году Стремились Мысль Свою Отпечатлеть На Глиняных Табличках И На Скалах От Уязвимости Кольчугу И Жилет И Время Книг И Дисков Вдруг Настало О Если Бы Все Богу Посвятили Не Забывая Сути Ненадежность Тогда Бы Разу На Высоте Светильник Не Мыслили В угоду Зла Корежить Мне Стало Ясно Семя Слово Божье И Благовестники Посланцы Иисуса В Христа Уверовать Что Может Быть Дороже Ввести Открытие В Евангельское Русло Я Приоткрыл Монашескую Ширму Там Самоправедность Воюет С чистой Верой И В Книгах Это Осветил Обширно Благодарю Создателя За Все Безмерно 17 Июля 2008 Год Игнатий Лапкин Благодарю Сергей Книга Открытым оком Том 29 Вопрос 4015 Вышла Книга Об Иване Грозном Что Он Жил Свято И Постоянно Молился Можно Ли Этому Верить Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин От Пустоты Пишут И Переписывают Историю И Совсем Уж Безумное Занятие Канонизировать Кого-то Эту Книгу Подробно Разбирают В интернете Кавычки Открываются В последнее Время В ряде Патриотических СМИ Проводится Активная Компания За Канонизацию Царя Иоанна Грозного И Небезызвестного Старца Григоря Распутина Так В начале Октября 2002 Года В Москве Прошла Конференция Посвященная Канонизации Двух Указанных Выше В кавычках Кандидатов Святые В связи с этим Предлагаем Читателям Ознакомиться С материалом Посвященным Ивану Грозному Разговоры О в кавычках Святости Которого Стали появляться После публикации Книги Апологета Современного Неосергианства Митрополита Иоанна Снычева Самодержавия Духа В 1994 Году Была Впервые Опубликована Книга Самодержавия Духа С подзаголовком Очерки Русского Самосознания Подписана Она была Именем Митрополита Санкт-Петербургского И Ладожского Иоанна Снычева Впоследствии Сказано Нам особенно Важно Заново Осмыслить Пройденный Путь Научиться Отличать Добро От зла Истину От лжи Настоящую Духовность От лукавой Подделки Далее В ряде Очерков Идет Изложение Истории Руси С момента Крещения И до наших Дней И при этом Как написано В аннотации Изложен Именно Православный Взгляд Впервые Впервые За После Революционное Время Совершенно По-новому Объясняются Белые Пятна В цепи Давно Минувших Дней Что Дает Надежду Понять И осмыслить Не только Настоящее Но и Будущее России Конец Цитат Ключевым Моментом В истории Русского Самозазнания В книге Представляется Эпоха Царствования Ивана Грозного Об этом Сказано В самом Начале Книги Цитата Русский Народ В течении Шести Веков С момента Крещения В десятом Веке По Шестнадцатый Век Вдумчиво И сосредоточенно Размышлял О месте Святой Руси В мироздании Пока Наконец Царствование Ивана Четвертого Не утвердился В своем Национально Религиозном Мировоззрении Конец Цитаты Эпохи Грозного Посвящена Самая Обширная По объему Глава И в ней Пожалуй В наибольшей Степени Отразилось Намерение Совершенно По-новому Объяснить Белые пятна Научить Читателей Отличать Недобро От зла Настоящую Духовность От лукавой Подделки В главе Доказывается Что Разговоры О свирепости Жестокости Царя Ужаса Хапричины Дань Русофобской Риторики На такие А такие Факты Как заключение Семи браков Убийство Сына Ивана Убиение Священно-мученика Митрополита Филиппа И Преподобно-мученика Корнилия Все это Заурядные Выдумки Мифы И легенды На примере Ивана Грозного Проходит Обучение Читателя Отличать Добро От зла Добро Это Мягкие И незлобивые Благочестивые Царь Иван Грозный Зло Это Боярите Гниющие Бесполезные Члены Которые Царь Как хирург Отсекало Тело России Страница 162 Кто мешал Ему Цитата Настроить Русское Общество В унисон С требованиями Христианского Мировоззрения Страница 163 Немало Его усилия Приложены К тому Чтобы научить Читателя Отличать Настоящую Духовность От Лукавой Подделки На этом поприще Главной Задачей Было Создать Образ Царя Праведника Игумена Всея Руси Творца Стихир Жизнь Которого Проходила В постоянном Общении Со Святыми В подвижничестве Среди Братьев Иопричников В устроенном Им В Александровской Слободе Монастыре В миру Надо сказать Что книгу Читают И взрослые Получившие Образование В безбожную Эпоху И учащиеся Православных Учебных Заведений РПЦ МП Которым По мысли Устроители Этих Школ Должно Было Дано Должно Было Дано Настоящая Церковно Православное Образование Все Что сказано В книге Освещено Еще и тем Что на обложке Стоит имя Митрополита Санкт-Петербургского И Ладожского Иоанна Снычева Естественно Что читатели Воспринимают Все Что в этой книге Сказано С полным Доверием И почитают Это За мнение Общецерковное Однако В книге В целом И в ключевой Главе Об Иоанне Грозном На самом Деле Сказано Много Спорного Посему Позволю Себе Высказать Ряд Соображений Не о Концепции Книги Но об Объяснении Одного Белого Пятна Эпохи Грозного Дело В том Что Личность Грозного И многие События Его Царствования Имели Самое Непосредственное Отношение К церкви А потому Существует Не только Широкий Спектр Мнений Светских Историков По этим Вопросам Но и Вполне Определенное Отношение К ним Церкви Приступая К чтению Книги Где сказано Что Русская История Будет Изложена Именно С церковно-православной Точки Зрения Мы Вправе Ожидать Что Автор Обратится Именно К церковным Источникам Таковыми Могли Бы Стать Во-первых Службы Святым Пострадавшим До смерти Во времена Грозного Или Обличавшим Его Во-вторых Их Жития Написанные Духовными Людьми И одобренные Церковью В-третьих Сочинения По истории Церкви Написанные Православными Авторами Например Выдающимся Церковным Историком Митрополитом Макарием Булгаковым Или Толстым Сергей Тут очень важно Говорить Онициалы МВ Потому что Толстых Много И маленькое Замечание Платочек Возьми в руки Сегодня так Шмыркаешь Раз в семь Прямо Нехорошо Потом будет Но эти ожидания Не оправдываются Как это не удивительно Но именно Церковное Предание И церковно-православное Осмысление Эпохи Ивана Грозного Остаются Вне поля Зрения Авторов Книги Если о них И упоминается То с Единственной Целью Дать им Иное Толкование И в конечном Счете Дискредитировать Их Таким образом Дело Вовсе Не ограничивается Пересмотром Личности Ивана Грозного И переоценкой Его деяний Но приводит К решительному Пересмотру Сугубо Церковных Событий Сколько Жон было У царя Ивана Грозного Убил ли Он Сына Насколько Он был Благочестив Или Развратен Все это Не имеет Существенного Значения Для Церковно-православного Сознания Но Самочинный Пересмотр Церковного Предания Запечатленного В житиях Святых В канонах Тропарях Кандаках Читаемых В дни Их Памяти Пересмотр Основанный На Произвольном Толковании Событий И выдвижение Собственных Версий В угоду Выдвинутой Концепции О праведности Царя Такой Пересмотр Может Привести И приводит К весьма Душевредным Последствиям Читатели Самодержавия Духа Оказываются В двусмысленном Положении С одной Стороны Они могут Поверить Что Жития Святителя Филиппа И преподобно Мученика Корнилия Сказки Мифы И заурядные Выдумки С другой Будучи Прихожанами Православных Храмов Они вместе Со всей Церковью Почитают Память Умученного По приказу Ивана Грозного Святителя И убиенного Им же Игумена Только Одно Из двух Они могут Делать Искренне Совместить То и другое Понимание Событий Невозможно Впрочем Книгу Читают Не только Православные Люди История России Интересует Многих А личность Грозного Царя Изображаемая Разными Идеологиями То в белом То в черном Цвете Вызывает Повышенный Интерес Каждая Идеология Использует Подобные Личности В своих Интересах Для Оправдания Тех Или Иных Своих Собственных Деяний Так Во времена Сталина Для исторического Обоснования И оправдания Террора Под названием Диктатура Пролетариата Были Использованы В соответствующей Идеологической Упаковке Образы Двух Известных Своими Жестокостями Царей Ивана Грозного И Петра Первого Вокруг Многих Эпох И исторических Деятелей Такая Идеологическая Возня Происходит Почти Непрерывно И наше Поколение Пережило Уже Несколько Пересмотров А потому С большей Чем Нынешней Осторожностью Относится К ним Но В данном Случай Книга Написана Не светским И не советским Историком А архиереем Поэтому Вполне Естественно Для многих Испытывать К ней Заведомо Больше Доверия Считаю Нужным Сказать О том Что Сам Метрополит Иоанн Снычев При жизни Был знаком С вариантом Этой статьи И был Не против Ее опубликования Однако Я имею Основание Считать Что Книга Не во Всем Объеме Была Написана Им Самим Что Это Плод Коллективного Труда Который Лишь Получил Его Одобрение Его Имя Именно Исходя Из Этого Убеждения В дальнейшем Я употребляю Слово Авторы Так Вот Авторы Озаботились Оградить Своё Новое Осмысление Личности Ивана Грозного Устрашающими Любого Несогласного Словами Священного Писания Так Первый Раздел Главы Об Иване Грозном Называется Не мы Да будут Усталь Стивые Глаголющее На Праведного Беззакония Ясно Что Теперь Любое Возражение Против Трактовки Грозного Данное В Самодержавии Духа Считателей Эту Трактовку Принявших Сердцем Будет Восприниматься Как Произнесенная Устами Льстивыми Направедного И Неправославная И Нецерковная И Пожалуй В этой Реакции Заключается Самый Большой Вред Подобных Окончательных И Безапелляционных Оценок В отношении Столь Спорных Личностей Как Иван Грозный С Какими Благими Намерениями Не Совершались Цель Этой Статьи Совсем Не В том Чтобы Представить Какую-то Свою Концепцию Или Доказать Неправедность Царя Цель Одна Предоставить Возможность Читателям Самодержавия Духа Ознакомиться С теми Фактами Которые Не Были Представлены В книге Или Получили В ней Освещение Противоречащее Церковной Традиции Такая Задача Вынуждает Следовать За Обсуждаемым Текстом Для Удобства Изложения Разобьем Факты На Три Разряда Первое Имеющие Отношение К Жизни Церкви Второе Относящиеся К Личности Ивана Грозного И третье К его Государственной Деятельности Церковные События Эти факты Изложены Не в сочинениях Светских Историков Но Запечатлены В годовом Цикле Богослужения Смотри Церковный Календарь В житиях Святых В сочинениях Православных Историков Церкви Смотри Историю Церкви Митрополита Макария И М.В. Толстого А также Что весьма Важно В богослужебных Текстах Отметим Что Богослужебные Тексты Являясь Литургическим Преданием Церкви Составляют Одну Из важнейших Частей Священного Предания Факты Эти Таковы 19-го 22-го Января Церковь Празднует Память Священномученика Митрополита Московского Филиппа Калычева Который По воле Ивана Грозного В 1566 Году Был Лишен Сана Заточен В Тверский Отроч Монастырь Где и был Умучен 23-го Декабря 1569 Года Опрычником Малютой Скуратовым Заехавшим По приказу Царя В обитель По дороге В Новгород 3-го 16-го Июля Церковь Вспоминает Перенесение Святых Мощей Святителя Филиппа Из Соловецкого Монастыря В Москву При царе Алексея Михайловича Который Написал Покаянную Грамоту Где просил Прощения За грехи Своего Прадеда Ивана Грозного 20-го Февраля 5-го Марта Мы чтим Память Преподобного Мученика Корнилия Игумена Псковско-Печерского Монастыря Умученного Самим Иваном Грозным У святых Врат Обители В 1570-м Году После разгрома Новгорода И посещения Пскова О разгроме Новгорода В истории Церкви Митрополита Макария Читаем Сам царь Прибыл В Новгород И в продолжении Шести недель От 2-го Января До 13-го Февраля 1570-го Года Совершал Свои Страшные Казни Ограблены Были не только Жилища Граждан Но и все Монастыри Все Церкви До Пятисот Игуменов Иеромонахов Иеродиаконов Истарцев Были Всенародно Поставлены Направеж По И по Повелению Царя Забиты Палицами До смерти А потом Развезены По своим Монастырям Для погребения Всех Священников Или Диаконов Новгородских Церквей Заключили Ваковы И ежедневно С утра До вечера Секли На площади Требуя С каждого По 20 Рублей Пени Архиепископ Пимен Которого Иоанн Называл Главным Изменником И виновником Казни Постигших Новгород Подвергся Крайнему Поруганию С него Сняли Свидетельские Одежды Посадили На белую Кобылу И привязали К ней Ногами Вручили Ему Бубны И волынку И как Шута Возили По улицам Города Ссылка На полное Собрание Русских Летописей Далее ПСРЛ Том Третий Страница Со 154 По 169 О том же Написано И в истории Церкви М.В. Толстого И добавлено Следующее Но и здесь Нашелся Смелый Обличитель Неправды И злодейства Преподобный Арсений Затворник Утомившись Казнями И собираясь В Псков Грозный Царь Пришел К Затворнику Принять Благословение И звать Его Собою Насытился Ли ты Кровью Зверь Кровожадный Сказал Ему Праведник Кто Может Благословить Тебя Кто Может Молить Бога О мучителе Облитом Кровью Христианскую Много Душ Неповинных Послал Ты В Царство Небесное А сам Не узрешь Его Всю Ночь Праведник Молился А утром Увидели Его Умершим С 1787 Года Его Святые Мощи Почивают Под спудом В Кирилловском Монастыре Где местно Почитали Божие Божие Не боишься В древнем Кондаке Ему Сказано Чудотворец Явися Николая Царевую Державу И смысла Свирепства На милость Обратив Грозный Устрашенный Пророчествами Еродиова Поставил Оставил Псков В покое И отправился В обитель Псково-Печерскую Которая Приегумене Корнилии Сделалась Неприступной Крепостью На запятных Рубежах России Царь Увидев Эти Твердыни Заподозрил В них Измену Мысль Отделиться От Москвы По Светельству Летописи И Монастырскому Преданию Царь Собственноручно Умертвил Игумена Корнилия И ученика Его Вассаина Почему И сказано В службе Васиана Почему И сказано В службе Им Минея 20 февраля Цитата От Тленного Сего Жития Земным Царем К Небесному Царю Мученически Предпослан Был Еси Вечное Жилище Клику Святых Икос Святы Изыди Встретение Грозному Владыце Предвраты Обители Со Славы Воздавая Земному Царю Должное Той же Побежден Был Гнева Иступлением Доброго Пастыря Зле Смерти Предаде Стихи На Хвале Тех Земное Шествия Скончавая Славно Царем Неправедно Убиен Быв Смученики Венчавшая Венчавшая Корнили Стихира На Господе Возвах Здесь Здесь Перечислены Только Те Факты Которые Важны Для Православных Людей Которые Почитают Святых И В Дни Их Памяти Прославляют На Службах С Определенным Содержанием И Смыслом Текстов А Вне Службы Узнают О Них Из Одобренных Церковью Житий По Приказанию Грозного Был Ввержен В темницу Сослан В Отрочь Монастырь И Затем Умучен Священно Мученик Филипп Свирепство Царя Сотни Убитых И Замученных Монахов И Священнослужителей Его Святотатственное Ограбление Святых Божьих Церквей Обличали И Считали Что Он Пьет Кровь Христианскую Два Праведника Преподобный Арсений В Новгороде И Праведный Блаженный Николай Псковский Братья Пскова Печерского Монастыря Были Свидетелями Убиения Царем Преподобного Мученика Корнилия И Его Ученика Васяна В службе Собора Пскова Печерских Святых Следуя Монастырскому Преданию В истине Которого Ни у кого Нет Оснований Сомневаться Мы Считаем К безумию Склонись Царь Грозный И Смерти Тя Предади Тем же И Осветися Твоею Кровью Обитель Пскова Печерская Личность И И Грозного Теперь Рассмотрим Факты Не имеющие Прямого Отношения К жизни Церкви Но Однако Безусловно Важны Как для Оценки Нравственного Облика Царя Так И Сказавшиеся На Судьбах Всей Страны Так Как Главную Задачу Автора Самодержавия Духа Было Доказать Именно Благочестие Царя То Пересмотр Подверглись Не только Жития Святых Но И Такие События Как Первое Убиение Царем Своего Сына Царевича Ивана Второе Семь Браков Царя Третье Жестокость Царя И число Убиенных По его Приказу Людей Четвертое Непотребство Опричников И Жизни Александровской Слободе Государственное Строительство Факты Из этой Области Менее всего Подверглись Пересмотру И более всего Новому С точки зрения Авторов Осмыслению Сказано Обоятстве Которое Поголовно Состояло Из Изменников И Крамольников О Благодетельной Роли Опричников Не только В деле Уничтожения Этих Крамольников Но и В военном Деле А также О земных Соборах Такое Изложение Можно встретить И в других Исторических Сочинениях Сережа О земных О земских Поражает Несколько Кровожадный Или Если Говорить Мягче Хирургический Подход К истории Народа Приступая К рассмотрению Трактовки Предложенной Авторами Мы должны Вкратце Сказать О тех Источниках Которыми Они Пользовались Выше Уже Было Сказано Что Церковное Предание Подвергается Критике Кто Вдохновляет Авторов Самодержавия Духа Которые Пишут Окаменевшие Неверием Сердца Повлекли За собою Слепоту Духовную Лишив Историков Возможности Увидеть Сквозь Туман Наветов И клевет Настоящего Иоанна Услышать Его Искренний Полный Горячий Верный Голос Страница 153 И Несмотря На Духовную Слепоту Авторы Отдают Предпочтение Именно Этим Слепцам Об этом Узнаем Из списка Литературы И из раздела Под названием Историография Эпохи Ложь И правда В нем Авторы Отмечают Что Русские Древолюционные Историки Православные Лишь По Паспорту Забывшие Истинные Веры О многом В исторических Сочинениях Умолчали Пользовались Без критики Негодными Источниками Сочинениями Иностранцев Но Замечают Они Ащи Сии Умолчат Камения Возопиет Лука 19.40 И Камни Возопили Ими Оказались Народник Близкий К террористической Организации Н.К. Михайловский Советский Академик С.Б. Веселовский И Ортодоксальный Марксист Ленинец Даниил Натанович Альшиц Другой Историк Р.Г. Скрынников В своей книге Царство Террора Замечательной Своей Фактологической Полнотой Не удержался И проявил Традиционную Концептуальную Беспомощность В конце главы Приведен Список Литературы Из которого Следует Что Переосмысленнее Покоится На сведениях Почерпнутых Из книг Двух Древолюционных Историков Православных Лишь по Паспорту М.В. Толстого И Н.М. Карамзина Из сочинения Вопиющего Камня Д.Н. Альшица И Концептуально Беспомощного Р.Б.С. Крымникова В случаях Обращения К житиям Сведения Не устраивающие Автора Просто Отвергаются Никаких Новых документов Подтверждающих Столь кардинальные Изменения В изложении Событий Того времени Не приведено Таким образом Не имея Ничего Нового Мы Вынуждены Верить Авторскому Толкованию Старого Посмотрим Каково Это Толкование Насколько Оно Не предвзято Не умолчали Ли авторы А в чем Либо Не отринули Ли Из утвердившихся В истории Мифов И легенд Чего Либо Без Достаточных Оснований Начнем С фактов Церковной Истории Их Опровержение Начинается Не сразу Но после Некоторой Подготовки Читателя Которому Возможно Известны Вопиющие К небу Факты Убиения Святых Монахов И священников Иваном Грозным Чтобы Переломить Возникшее В связи С этим Предупреждение Авторы Во-первых Рассказывают О его Подвижнической Жизни В Александровской Слободе Во-вторых О том Что он Сочинил Две Стихиры А большая Часть Сочинителей Богослужебных Текстов Прославлены Как Святые И в-третьих Что у царя Было Особое И постоянное Общение Со святыми Преподобными Иноками Иролиевыми Странниками По поводу Подвижничества И благочестия Жизни царя В Александровской Слободе Нам сообщают Что он Удалился Туда От шума Суеты И неизбежного Лицемерия Столичной Жизни А в Слободе Устроил Некое Подобие Монастыря Они пишут Слобода Собственно Была Монастырем В миру Несколько Сотен Около Тысячи Ближайших Царских Опричников Составляли Его Братья А себя Иоанн Называл Игуменом Всея Руси Опричное Братья Носило Монашеские Скуфейки И черные Подрясники Жизнь В Слободе Как в монастыре Регулировалась Общежительным Уставом Написанным Личным Царем Далее Сообщаются Сверения Часто Приводимые Даже В советских Учебниках Сам Звонил К обедни В церкви Пел на Клиросе Читал Жития Святых Во время Братской Трапезы Из Бесед С людьми Читавшими Самодержавие Духа Легко Можно убедиться В том Что все Изложенное Производит Сильное Впечатление И в основном Вызывает Не вполне Законное Возмущение По поводу Устроения Самочинного Монастыря В миру С никем Не постриженными Монахами Опричниками Но наоборот Восхищение И Смею Думать Ставшую Уже Привычная Мысль Вот Чего Нас Лишили Далеко Не все Задаются Вопросом О том Почему Благословением Был этот Монастырь В миру Устроен Утвердила Священном Начале Написанный Царем Игуменом Устав Кто Постригал Этих Опричников Давали Ли Они Иноческие Обеты А Если Всего Этого Не было То Почему Они Нарядились В подрязники Из куфьи Собственное Описание Благостной Жизни В Александровской Слободе Построено На свидетельствах Самого Царя Игумена И Удивление Вызывает Не само Кощунство Но То Умиление И восторг Которые Испытывают Авторы Самодержавия Духа Глядя На Устроенную Иваном Грозным Пародию На Монашество Вполне Возможно Что При таком Подходе И Всешутейные Соборы Петра Первого Кто Небудь Ухитриться Изобразить Как Проявление Благочестия Впрочем О его В кавычках Глубокой Вере Уже Пишут Многие Не Издевательствовали Над Представлениями Православных Людей Уверения В благочестии И подвиженничестве Человека Который Ко времени Отъезда Из Москвы Был уже Четыре Раза Женат Затем Уже Без Благословения Церкви Женился Еще Три Раза При этом Предыдущих Жен Насильно Подстригал Монахини Допустимо Ли Опричников Которых В народе Называли Крамешниками И считали Слугами Сатаны Изображать Благочестивыми Монахами Которые За трапезой Слушают Жития Святых Карамзин Пишет Они Ездили Всегда С собачьими Головами И метлами Привязанными К седлам В ознаменовании Того Что Грызут Лиходея В царских И метут Россию Характерно Что Авторам Самодержавия Духа Известно О мерзком Одеянии Крамешников Но Они Видят В нем Символ Ревностного Служения И при этом Приписывают Его Изобретение Проворному Народному Уму Чтобы Настроить Читателя На определенный Лад Авторы Самодержавия Духа Приводят Целую Серию Примеров Общения Ивана Грозного Со Святыми Но Совсем Не те Что Перечислены Выше А Выше Приведенные Толкуются С прямо Противоположным Значением Говорится о том Что Иоанна И его Супругу Анастасию Особенно Любил Преподобный Антоний Сийский Умерший В 1556 О том Что При погребении Василия Блаженного Царь Сам Вместе С боярами Нес Его Гроб Тоже В 1556 Году То есть За 8 лет До Опричнины Что же Касается Убиения Священномученика Филиппа То тело Изображается Так Будто Интригу Против Митрополита Филиппа Затеяли Архиепископ Пимен Тот самый Над которым По приказу Царя Издевались В Новгороде И другие И другие Духовные Лица Состоялся В кавычках Суд Царь Пытался Защитить Святителя Но В Отроч Успенском Монастыре Он был Убит Не Малютой Скуратовым А все Теми же Злоумышленниками Малюта Уже Не Застал Светителя В живых Две Минуты Перерыв Продолж Малюта Малюта Почти Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иоанн, чрезвычайно щепетильный во всех делах, касающихся души спасения, заносил имена всех казненных в специальные синодики. Имени святителя Филиппа в них нет. Нет по той простой причине, что никогда никакого приказа казнить... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет по простой причине, что никогда никакого приказа казнить митрополита царь не давал. Эта широко распространенная версия при ближайшем рассмотрении оказывается заурядной выдумкой, как, впрочем, и многие другие свидетельства о, в кавычках, «сверсках грозного царя». Похоже, нам дают понять, что занесение в синодики, им же казненные без суда и следствия людей, мы должны воспринимать как еще одно доказательство его благочестия. А, возможно, и казни были всего лишь способом спасти заблудшие души. Эта мысль уже высказана на странице 155. Цитата. «Царь не желал казненным зла, прося у церкви святых молитв об упокоении мятежных душ изменников и предателей». «Он, можно сказать, избавил их от возможной измены и предательства и всех переселял в Царство Небесное». Картина впечатляющая. «Но думается, что иезуитское оправдание казнем неуместно в книге, которая претендует на настоящую духовность вместо лукавой подделки». За словами о делах душеспасения невозможно скрыть сути предлагаемого объяснения. Что же касается формальной стороны дела, то отсутствие имени святителя Филиппов, сохранившихся синодиков, во-первых, не доказывает того, что его не было в несохранившихся, а во-вторых, что же нам делать тогда с грамотой царя Алексея Михайловича. Ни он, ни составители жития и службы святителя Филиппу не сомневались в том, что он был умучен малютой с Куратовым и именно по приказу царя. В противном случае царь Алексей Михайлович не стал бы просить пред мощами святителя прощения своему предшественнику на престоле. Во всяком случае, если у кого-либо появились новые документы по этому делу, то следует дождаться соборного решения, которое бы изменило службу священномученику и объявило всему народу церковному, что все это было заурядной выдумкой. Расправившись с, в кавычках, версией об убиении святителя Филиппа, авторы продолжают создавать образ благочестивого царя. На их пути остались теперь те, кто недвусмысленно обвинял царя в пролитии христианской крови, кто называл его мучителем и зверем. Таковыми были преподобный Арсений в Новгороде и блаженный Николай в Пскове. «Называя новгородский разгром расследованием и оправдывая его тем, что Иван Грозный пошел на Новгород не только из-за предполагаемой измены, но и с целью истребить ересь жидовствующих, авторы пишут, цитата, «Царь оставался верен привычке поверять свои поступки советам людей, опытные в духовной жизни. Он не раз посещал преподобного Арсения. Без гнева выслушал обличение затворника и пощадил его монастырь, свободный от еретического духа». Во-первых, не приведены обличения преподобного Арсения. Во-вторых, мы должны понимать дело так, что 500 казненных Иваном Грозным и Буменов, иер-монахов и иеродиаконов были заражены этим самым еретическим духом, что им же были заражены все ограбленные царем церкви, что и подвергшийся немыслимому поруганию архиепископ Пимен тоже был жидовствующим. Но если это так, то в чем обличал Ивана Грозного не подверженные ереси преподобный Арсений, а затем столь же чистый от подозрений блаженный Николай? Или нам следует сомневаться во всех приводимых в житиях словах и событиях? Завершая работу по созданию образа благочестивого царя, авторы самодержавия духа пишут, Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь как хирург отсекал от тела России гниющие бесполезные члены. В отличие от историков, народ верно понял своего царя и свято чтил его память. А далее о почитании Ивана Грозного простым людям с совершением панихид на его могиле в Кремле. Таким образом видно, нас готовят к канонизации царя-подвижника, жившего по уставу монастырскому в Александровской слободе, где звонил к заутренне и пел на клиросе царя, которого оклеветали русские историки и заезжие иностранцы, которые с помощью столь же благочестивых в кавычках монахов-опричников в кавычках просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад. И был так щепетилен в деле спасения человеческих душ, что отсекал эти гниющие бесполезные члены и тщательно при этом заносил их имена в синодики. Кстати, скажем и о синодиках. Надо сказать, что любители оправдывать всеми правдами и неправдами, творимые тиранами злодеяния, придумали ряд прямо устрашающих мер. Так, все, кто смеет хоть слово сказать о неправедности бессудных казней грозного царя, автоматически попадают в число людей неправославно мыслящих, потому что не хотят понять государственного смысла в его деяниях. При этом сам факт казней не отрицается, но утверждается, что слухи о них сильно преувеличены. Да и к тому же они были вынужденными. Мягкий и не злобивый по природе царь страдал и мучился, вынужденный применять суровые меры. Читаем мы. Сознавали ли сами, в кавычках, гниющие и бесполезные члены, среди которых было немало женщин и детей, свою малочисленность и вынужденность своего убиения остается неизвестным. Зато историки уже давно по синодикам подсчитывают число казненных. Так, по подсчетам Р.Г. Скрынникова, их было от 3 до 4 тысяч человек. Авторы, приведя эти цифры, пишут, С момента учреждения опричнины до смерти царя прошло 30 лет. На самом же деле не 30, а 20. С 1564 по 1584 год. Но это уже мелкие продерки. Затем они делят 3000 на 30 и получают всего-навсего 100 казней в год, учитывая уголовных преступников. Судите сами, много это или мало. По мне так очень много, а при более точном расчете в 2 раза больше, в среднем по 200 человек в год. Но ведь это только известных поименно, а о многих других сказано просто. Их же имена Бог весть. Эти другие тысячи боярских слуг, крестьян и монахов, которые были убиты вместе с заподозренными в измене боярами и настоятелями монастырей по приказу игумена всея Руси, его братьей опричниками. Однако и это не самое главное в подобного рода изысканиях. Уже ли не стыдно делать такие подсчеты и говорить о невинно убиенных с точки зрения средних цифр? Жизнь каждого из них была дарована Богом, а отнята человеком, который вообразил, что властью Сана подобенную Богу. После написания иконы царя Иоанна Грозного авторы и самодержавие духа приступают к разоблачению других заурядных выдувок. Нельзя же оставить читателя в подозрении, что царь Иоанн Грозный имел семь жен и убил собственного сына. То и другое никак невозможно объяснить с позиции государственной пользы и православного мировоззрения. Раз нельзя объяснить и трудно оправдать, то следует отрицать вовсе, как это уже сделано по отношению к явно невинно убиенным святым Филиппу и Корнилию. Что касается семьи жен, то с ними вопрос решался очень просто. Делается это в разделе «Историография», где сказано, что русские историки восприняли легенды и мифы о царствовании Иоанна Грозного как некритично, да и в фактической стороне вопроса не проявили должной осторожности. После этого читатель вправе ожидать, что появились какие-то новые данные и в фактической стороне будет проявлена осторожность. Как, например, неосторожности приводится с заявления Карамзина о числе погибших в Москве во время нашествия Девлет-Гирея в 1571 году, а именно около 800 тысяч человек, сгоревших и более 100 тысяч пленников. Это не заявление Карамзина, а сведения, приведенные в летописях. Вот как комментируются эти цифры. Эти утверждения не выдерживают никакой критики. По всей Москве не нашлось бы и половины сгоревших, а число пленных Девлет-Гирея вызывает ассоциацию со Сталинградской операцией Великой Отечественной войны. Сразу после этого в кавычках разоблачения делается заключение о сомнительности сообщения о семи женах, возможно потому, что в том и в другом случае мы имеем дело с завышением числа. В первом случае сгоревших и пленных, во втором – жен. Что касается завышения числа сгоревших и пленных, то Карамзин добросовестно сообщает то, что написано в летописи. Историки, хотя и выражают сомнения в этих цифрах, но не видят в них никакого злоумышления или следов русофобии. Они, не имея достоверных сведений о численности населения Москвы в 1571 году, полагают, что в Москве искали спасения жители ближних и дальних областей, а огромное число жертв объясняется именно пожаром. Трудно уловить связь разоблачения некритичного Карамзина с последующим утверждением о сомнительности седьмебрачия. Приходится считать этот переход не совсем корректным приемом для убеждения читателя с помощью доказательства по аналогии. Раз Карамзин некритично подошел к сообщению летописи о числе погибших, то и сообщение о семье и женах выглядит сомнительно. Замечу, что имена этих жен и даты заключения с ними браков известны и ни у кого не вызывают сомнений. Так, например, достоверно известно, что в 1572 году царь Иван Грозный просил разрешения на четвертый брак. Смотри, митрополит Макарий, том 4, страница 173, в который он уже вступил самовольно. Архиерея, вопреки существующим правилам, за четвертый брак полагается проклятием, царю этот брак разрешили, но при этом наложили на него трехлетнюю эпитемию, в храм не входить и не причащаться. В кавычках, благочестивый царь нарушил эпитемию через несколько месяцев, а четвертая жена была через два года насильно пострижена в монахине. На последующие браки разрешения не брал, но всех остальных жен насильно постригал в монахине. Последняя, седьмая, жена его Мария Федоровна, дочь оконнического Федора Нагова, вышла за царя в сентябре 1580 года. Родила царевича Дмитрия 19 октября 1583 года, быв царю уже неугодной. Ровно через пять месяцев, 18 марта, царь умер. Что же касается проявления должной осторожности, то такое может с любым историком случиться. Например, из книги в книгу целое столетие переходило историю о том, как в 1550 году 17-летний Иван Грозный приносит покаянную речь к народу злобного места. Эта речь была найдена в степной книге. Все считали ее подлинной, и только в начале 20 века историк С.Ф. Платонов доказал, что это была вставка конца 17 века. Теперь эта речь Грозного вошла в учебники, как, например, подделки. Теперь эта речь Грозного вошла в учебники, как пример подделки. Смотри. Черепин Л.В. Черепнин Л.В. Русская полиография. 1956 год. Страница 326. Продолжим наше рассмотрение. Почему сообщения о семи жунах выглядят сомнительными в книге «Самодержавие духа» не указано. А потому смею предположить, что они были высказаны в расчете на доверчивого читателя, которому не досуг проверять сообщаемые в книгах сведения. На ту же доверчивость рассчитано разоблачение еще одной легенды, на которую выдается тоже известный факт сыноубийства. К вопросу о сыноубийстве авторы переходят сразу после подробного рассказа об иезуите Антонии Посевине, который не был свидетелем происшедшего, но оставил описание слухов по этому поводу. Далее высказывается предположение о естественной смерти царевича Ивана, имеющие, по мнению авторов, документальную основу. Помню. При первом чтении этого места у меня дух захватило. Нашли документ и сейчас докажут на основе документов такой важный факт. К сожалению, оказалось, что документальная основа свелась к сообщению о вкладе царевича Ивана в Кириллов монастырь в 1570 году, когда ему было 16 лет. Приводится обычная во вкладных грамотах формула. Инна похочет постричися царевича князя Ивана, постригли за этот вклад, а если по грехам царевича не станет, то и поминати. Теперь делается два вывода о его болезненности и о его благочестии. Эти сведения авторами расцениваются как прямые свидетельства естественной смерти царевича, а о косвенных говорится ниже. Косвенно свидетельствуют о смерти Ивана от болезни и то, что в доработанной версии в кавычках доработанной о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после рокового удара, а через 4 дня. Эти 4 дня, скорее всего, время предсмертной болезни царевича. Был ли все-таки, если не роковой, то простой удар царевича в висок авторы не уточняют, точно так же, как не указывают на характер предсмертной болезни. Но и по этому поводу нам известно только то, что ко времени его убиения отцом царевичу было 30 лет, из которых 20 он провел в Александровской слободе, в походах вместе с отцом на Клин, Торжок, Новгород, где участвовал в казнях и разгромах. Вместе с отцом в 1570 году производил страшные казни на Красной площади. Три раза женился и двух жен подстриг насильно монахини. Итак, мы рассмотрели основные факты, которые подверглись пересмотру в главе об эпохе Ивана Грозного. Вполне вероятно, что и в других главах найдутся подобные искажения и безапелляционные расправы с, в кавычках, заурядными выдумками. Хотелось бы пожелать читателям книги «Самодержавие духа» и других книг, в которых авторы из лучших побуждений совершенно по-новому осмысливают русскую историю, подходить и к самому осмыслению, и к сообщаемым фактам с некоторой долей осмотрительности и проверять их церковным преданием. Цитата закрыта. Георгий Коробьин. Далее Игнат Тихонович приводит места Священного Писания. Книга Деяний. 12 глава, 22 стих. А народ восклицал «Это голос Бога, а не человека». Деяние 14, 11. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-лика-онски «Боги в образе человеческом сошли к нам». И Псалом 11, 3 стих. «Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного». Книга Откровений, 13 глава, 4 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Путь до гробницы, где Иисус лежал, путь скорби и печали неизбывной. Друзьям распятого его смертельно жаль. И друг был жив. Давно ли это было? Паломники, панура, экскурсанты, тысячелетия бредут по крестному пути, Россию потянули лысый и усатый семидесятилетия на кладбище кутить. Страстной недели тысячи повторов опять брести за Симоном с крестом три дня неполных. Это так не скоро. Затишь я час, затишь я час, такой же непростой. Бежит Мария, всех предвосхищая, путь благовестия не шла неторопливо и не боялась кладбища ночами. К апостолам свой путь не искривила. Прошедший путь Голгофе утручен, поплакать можем, сопереживая. И далее, как будто каждый ни при чем, сидят и ждут благого урожая. Но путь Марии с радостной вестью забыт. На нем не слышно торжества. Ни дня, ни часа не сидеть на месте. Евангелие будет на расхват. Путь Магдалины к кувшинам из глины, готовым влагу чудную вместить. Там, где живешь, не в Иерусалиме, да только бы душой не остыть. Путь от гробницы переполнен светом, но спринтеров на нем пока не видно. Весть оживит истлевшие скелеты, устроиться б на той дороге гидом. Сказать о слепшем от потерь и горя, что Иисус нас всюду предваряет. Попы и пископы тотчас крича заспорят и скроются за толстыми дверями. 1 июня 2008 год Игнатий Лапкин. Все пока на этом. Храни Господь. Благодарю за внимание. Отошел.